Привет, охотники! С вами Дмитрий. Это канал Night Hunter. Сегодня едем на охоту, на очередную нашу. Пока погода позволяет, небо хмурится у нас, теплеет. Хотели завтра, но завтра, к сожалению, большому снова снег обещают. Как бы это ни было печально, как бы он нас не задолбал. Друзья, цель нашей сегодняшней охоты это взрослый кабан. Ну, прошлогодний и больше. Если будет хороший трофейный сикач, обязательно будем его стрелять, конечно. Делать будем колбасу, тушенку, пельмени, манты под конец сезона. Сейчас середина февраля, гон кончился, и колбаса тоже кончилась. Поэтому, ребят, поедем мы в Угодье, в котором мы уже были один раз. Был фильм, Угодье очень крутые, там много зверя. Надеемся на удачу. А прежде чем мы продолжим, подпишитесь на этот канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну и поставьте лайк, чтобы это видео увидели как можно больше людей. Также, друзья, у нас есть замечательный телеграм-канал и телеграм-чат, в котором более 3000 охотников. Ссылочки в описании. Также можете перейти и подписаться. И вишенка на торте, друзья. Кто хочет охотиться с нами, ездить в очень крутые угодья, где много зверя, а также в описании ссылочка, условия по вступлению в наш охотничий клуб Найтхантер. А мы, собственно, погнали. Нас ждет где-то двухчасовая примерно дорога до охотничьего хозяйства. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, итак, мы в знакомом уже месте. Кто смотрел мой фильм, узнал. Мы здесь были уже. В общем, тут, как говорится, без понтов охотно-хозяйства, без каких-то там суперских условий. Но здесь есть зверь. Нам нужен зверь только, в принципе. Смотрите, какие там горы. Вообще классные, замечательные. Тут местность очень специфическая. Тут лесные массивы чередуются со степями. Здесь в основном кабан и лось. Козы здесь мало именно в этом угодье. Нам, собственно, нужен кабан. А осенью, я думаю, мы сюда приедем на лося, скорее всего. Потому что лося здесь много достаточно. И лось здесь очень-очень дешевый. Что не может не радоваться. В общем, документы сейчас заполняют. Идем расписываемся. И поедем. Я одинок, мне бы хоть глоток. Хоть глоток души твоей воздуха. Где-то там, где ионы звезд. Там ионы лету шиканули. То ли в шутку, а то ли в серьез. Нам с тобою судьбу знать заранее. Дабы друг друга не ранее. Снега пипец сколько. Просто. Давно такой зимы не было у нас. Так. Тут кабаны, короче, уже были. Поэтому я ускоряюсь. И лезу на вышку. Ребят, на вышку. Не протоптано ничего. Смотрите. То есть тут очень-очень давно никто не охотился. Не сидел на этой вышке. Вот. Зверь будет однозначно. Единственный нюанс, что нужен сикач. Нужен взрослый кабан нам, а не сигалетки. Полезли, в общем. Так, друзья. Снегоход. Завелся, наконец, уехал. Вот. Надеюсь, он обратно за нами приедет. Кабаны хотели подойти, ушли. Я думаю, сейчас вернуться. И, собственно, вот так вот я расположился здесь. Крелка у меня тут на улице. Не тепло. Тут вот на стене. Разместил я рюкзак мой. Это окно не понадобится. Для стрельбы точно. Вот. Как-то так. А на полу тут мягкий достаточно коврик. И вот эти лавки, они все убираются в случае неоплотимости. В общем, сетим, ждем зверя. А я очень рад, что сегодня такая замечательная погода. Красота. Ветерок легкий. Практически нет его. В дороге вообще не было. Но, как я говорил, погода уже меняется. У нас она уже дома поменялась. Начала меняться с утра. Здесь обещают снег. После 13 ночи. Вот. Ветер, кстати, хороший. На вышку дует от кормушки. В общем, вроде все просто. Осталось дождаться зверя нужного. И стрельнуть. Вон они, ребята, идут. Сейчас будем смотреть, есть ли там сегачи. Пока вижу. Пока вижу только сигареты. Вообще-то нет. Да, сигареты. Сигареты пять штук. Сигареты пять штук. Спасибо. Спасибо. Короче, может, сейчас добью, если что. Давай. Короче, подожду лучше, ребята. Очень серьезный товарищ. Охереть, у него какие клыки. Я думаю, что свой рекорд предыдущий я побил. Однозначно. По светлу пришел сегач. Вот. Пойду посмотрю. У него даже зубы видно. Очень хороший. Я на эмоциях. Причем спускаюсь. Ребята, несмотря на то, что сегач добыт, казалось бы, я пойду очень аккуратно. И карабин у меня на готове. Товарищ очень серьезный. Друзья, сейчас дойду я его сзади, обойду и покажу вам. Так, друзья, на вышке я даже 15 минут не отсидел. Пришел хороший гурт. Пришел вот этот товарищ. Как видите, он огромен. Вот. Ходить буду сзади. Сейчас выключу камеру. Карабин у меня заряжен. Я, ребят, вам дошел. Я все равно подожду. Вы посмотрите только, какие клыки у него. Обалдеть. Однозначно на трофейную доску на мои пойдут. Это, друзья, у меня рекорд. 100% таких клыков у меня еще нет. У меня 23,5 см. Здесь, я думаю, на порядок больше. Выстрел в голову был. Вот. Ну, с 243-го калибра такому организму стрелять по месту, как бы, ну, такая себе история, я думаю. Короче, ладно, что. Пойду я дальше сидеть, буду ждать. Но трофей, друзья, шикарнейший. Просто. И хомячок такой прям очень нормальный. Сверху казался маленький. Ну что, друзья, немножко мы подзакусили с Николаем. Он, кстати, добыл тоже поросенка хорошего. Прошлогоднего, наверное, я думаю, осекачка. И, собственно, идем. Будем сейчас разделывать. Сделать добычу тоже, я считаю, часть охоты. Как считаете вы, пишите в комментариях. В общем, кабан практически все корыто занял. Я надеюсь, что клыки у него не сломались по дороге. Ребят, домой едем весело, короче. Обупрали мы сегодня денек. Погода разбушевалась. Ребят, прибыли мы домой. Пошел снег. Собственно. И мясо вот это все. Трофей, он бесценный. Конечно, он завтра поедет к человеку, который его будет обрабатывать. А мясо поедет в колбасный цех на всякие вкусности. Сам не заметив того, после охоты я прилег и отрубился на полчасика. Сейчас погрелся в бане. И, собственно, решил записать концовку этого ролика. Эмоции до сих пор зашкаливают. В общем, это хозяйство, оно в топе у меня, в топе моих хозяйств. К сожалению, там остались разрешения только на взрослых кабанов. И до конца февраля, до конца сезона, я туда, наверное, уже не попаду. Но с 1 июня у нас открывается охота летняя на кабана. И вот уж в следующем сезоне-то я буду посещать это хозяйство очень-очень часто, друзья. Мне оно очень понравилось. И самое главное, я вспомнил навыки шкурения кабанов. Обычно в охоту годзи все шкурят ахтоведы, сотрудники и так далее. Здесь мы второй раз приезжаем. И в прошлый раз мы стрельнули трех сигалетков. А сегодня это было два крупных сикача. Достаточно. И мы их обрабатывали. Одного обрабатывали большого самым вдвоем, а второго нам обработал ахтовед. Друзья, у меня остается еще две охоты в этом сезоне. Я надеюсь, даже не надеюсь, я уверен, что они будут удачные, будут классные. И поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно будут фильмы с этих охот, собственно. Ну и друзья, пользуйтесь тепловизионной оптикой, как обычно. Говорю всегда, добывайте свои классные трофеи, а всяких клоунов, которые говорят, что с тепловизорами неохота, не слушайте. Они просто вам завидуют. Всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и пока-пока. Я пошел отдыхать тоже. Завтра вставать мне рано не нужно. Высплюсь и повезу все это дело в колбасный цех. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok